Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами ваш уютолог Анна, и я приветствую вас на видеоканале «Территория уюта». Немаловажное значение при оценке ваших кулинарных способностей имеет красивая подача приготовленных блюд. И в первую очередь на аппетит гостей влияет посуда и сервировка. Но также очень важно, как вы все это нарезали. Для начала овощ должен быть аккуратно почищен. Ровно снять тонкий слой кожуры вам поможет классический овощной нож. Им можно чистить морковь, картофель, кабачки, дайкон, яблоки, огурцы. Универсальная многофункциональная овощерезка дает возможность нарезать сырые корнеплоды требующимся для дальнейшей готовки способом. Тонкой соломкой, соломкой покрупнее, ломтиками или даже волнистыми кружочками. В комплекте есть держатель для овощей, чтобы не поранить руку об острые лезвия. Соломка получается как для морковки по-корейски. Она подходит для салатов. Крупная соломка или ломтики хороши для приготовления картошки фри. Такое приспособление удобно использовать для быстрой нарезки яблок на дольки. Например, для компотов, варенья или фруктового салата. Оно подходит для любых плодов, у которых нужно удалить сердцевину. Серцевину из яблока также можно удалить при помощи вот такого специального ножа. При помощи шинковки вы можете быстро и тонко нашинковать качанную капусту. Это просто спасение, если вам нужно приготовить щи на большую семью или сделать заготовки на зиму. Этот удобный нож я вам как-то уже представляла, но не показывала, как его использовать. С его помощью можно быстро вырезать идеально ровные шарики из дыни, авокадо или любого другого мягкого плода. Можно наловчиться вырезать шарики из сырых корнеплодов, таких как картофель или тыква, а затем обжарить их в масле. А вот это специальный нож для нарезки арбуза. Правда, перед его использованием арбуз или дыни уже должны быть нарезаны дольками. Нож предназначен только для финального оккультуривания десертного блюда. Для нарезки овощей соломкой очень удобно использовать вот такую решетку. Она очень просто нарезает отварные овощи, и вы с легкостью, с ее помощью, приготовите винегрет или оливье. Струнное приспособление существует и для нарезки яиц. Обычно довольно трудно нарезать вареное яйцо красивыми кружочками, не раскрошив его. А тут все получается. И популярное праздничное блюдо яйца с икрой делается за 5 минут. Но это были все стандартные способы резки продуктов. А сейчас мы с вами поговорим о настоящем искусстве нарезки, о карвинге. Карвинг в кулинарии – это искусство художественной резки по фруктам и овощам. Можно сказать, съедобный дизайн, воплощение мечты гурмана. Искусство карвинга возникло на Востоке и за тысячи лет стало частью национальных традиций. Оно требует огромного мастерства, истории, передававшегося по наследству. Китайская и японская техника карвинга очень похожи. Там однозначно видна тенденция к вырезанию изображений животных, людей и иероглифов. Особенно доминируют рисунки с драконами, боевые сцены и поздравительные надписи. Карвинг требует терпения, внимательности и уважения к натуральному продукту. Работа эта созерцательная и очень творческая. Мастера работают с широким рядом трафаретов и выемок. Я, честно говоря, не ас в фигурной нарезке, так что сейчас я буду учиться вместе с вами. И сейчас мы сделаем простое упражнение начинающего карвингиста. Вырежем пчелку из редиса. Для изготовления пчелки нам понадобится редис, маслины и острый нож. Сначала режем редиску пополам. Из одной половинки формируем туловище пчелки. Ножом делаем горизонтальные надсечки и вертикальные. Закрепляем в них ломтики-крылышки. Голова пчелы делается из оливки. Для усиков нарезаем розовые полоски из редиса. Такой простой красотой можно декорировать любое блюдо. В общем, экспериментируйте. Карвинг, как и любое другое искусство, требует не только вкуса и фантазии, но и постоянной тренировки мастерства. А с вами была ваша уютолог Анна. Пусть в вашем доме всегда царят благополучие, гармония и уют. До новой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!